прикольненько и зелено вышел с работы немножко прогуляться я обычно хожу тут вокруг круги нахаживаю шаги нахаживаю шаги то не дохаживаю вот поэтому сейчас перед ланчем решил прогуляться и рассказать немножечко про стиль работ в больших компаниях и стиль работы в маленьких компаниях больше компания подразумевают а международные компании где у них офисы могут быть во всему миру какие компании я не знаю как microsoft google так далее и тому подобное маленькие компании ну это маленькие местные компании до местного разлива которых штат сотрудников может быть на пальцах одной руки можно сосчитать то есть в чем будет такая большая разница возможно куда стоит устроиться работать куда не стоит устроиться работать на что вообще будет похоже работа чем будете заниматься про flexibility ну и про возможно зарплату начну с больших международных компаний например я сейчас прохожу тут недалеко будет офис компании microsoft офис компании 3м недалеко здесь офис компании oracle ну и так далее там подобное большие международные компании на что у них будет похоже работа поскольку это большие компании они очень сильные сильно бюрок разобюрократизированные компании да много бумажной волокиты то есть сама работа она может быть достаточно не сильно загруженной все не будет там просто жесть как вкалывать да ну я так говорю зачастую поскольку все очень сильно формализировано чтобы что-то делать либо не делать должна быть согласована определенная процедура на что уйдет какое-то количество времени в этом плане компания будет очень сильно озабочена сейфти да чтобы у вас были там сертификаты тренинги чтобы не дай бог вас там я не знаю не было кого-нибудь пипи и person protect их equipment когда вы чё-то там делаете вот то есть очень сильно в австралии вот эта вот тема безопасности поэтому за это будет гонять что дает как бы определенную временную такую дилей то есть работа будет немножечко расслабленная в компании ну дай учесть австралийский менталитет как работают от стола они здесь особо сильно так не напрягаются это что касательно больших международных компаниях вот статья говорю что будет офисы компании вот он microsoft вот антреем а вот за microsoft там там строят ну просто жилые здания то есть кто там живет на работу ходить там буквально 100 метров и на работе вот по уровню зарплат зачастую больших международных компаниях конечно зарплаты будут больше потому что у них большие бюджеты там скорее всего в 90 на на 5 процентов случаев все будет достаточно формально вам надо будет одеваться да скажем для парней там пиджак скажем костюм вот пятницу зачастую как сейчас называется casual day где можно одеться немножечко посвободнее да обычно вот есть такое что говорится smart casual в моем понимании то одеться обычной быть таким smart лицом я сейчас нахожусь не в сити это один из таких районов где много располагается эти компании все достаточно далеко от сити что говорит о том что здесь с парковкой попроще если работаете в сити 99 процента у вас парковки не будет если вы не какой-то крутой большой босс если работаете в сидные районе где-то north right вот эти вот районы да здесь с парковкой проще скорее всего у вас будет парковка но опять же как как повезет вот кстати офис офисы майкрософта здесь не все здание принадлежит майкрософту но лога майкрософта на нем машина как у игоря я думал игорь поехал а нет может россии так значит продолжаю что с парковкой у вас может повезет в принципе на все это вкратце расскажу про компании которые поменьше мелк мелкого разлива совсем местные австралийские то есть вся компания может стоить там из пяти человек один из них владелец он же директор он же не знаю он же выполняет половину всех задач он же грузчик он же охранник он же tech support он же все в этих компаниях вам придется работать вкалывать намного сильней быть он колл скорее всего он полта значит на телефоне after hours и вот написано какие компании здесь дайте немножко вперед поснимаю похоже парковки значит быть он колл автор аверс видите условия кстати парковки так забегая вперед столько местным какие-то левые парковки нельзя вот написаны как обычно кому можно парковаться название компании значит в маленьких компаниях вам придется поработать посильней зарплата у вас будет поменьше явно поменьше скорее всего ну опять же как повезет я говорю в среднем по больнице да дальше зачастую компании будут расположены не в сити однозначно не в сити потому что в сити дорогая аренда у компании соответственно бюджет небольшой вот и с парковкой возможно вам повезет 5 сильно зависит от локации где вы будете располагаться бомбу скинет на офис майкрософта и все виндоса больше не будет существовать значит с парковкой в частных компаниях будет скорее всего у вас хорошо все потому что они находятся далеко от сити в каких-нибудь обычных райончиках зарплата у вас будет поменьше работать скорее всего придется побольше зато зато в такие компании будет намного проще устроиться сколько в австалии ценится местный опыт именно австралийский в какую-нибудь международную компанию вас могут просто не взять если вы находитесь в австалии хотя существует парадокс что вас могут пригласить в нее в компанию в какой-то другой страны до спонсировать вам визу но если вы находитесь здесь вам сюда могут не взять почему так происходит непонятно а тут наверное не получится кто живет идти на работу напрямую тут забор даже если обойти все равно не так уже далеко так значит продолжаю что маленькие компании вам будет проще устроиться быстрее устроиться но вы будете скорее всего работать больше усердней и за меньшие деньги зато вам будет очень хорошая галочка в местном опыте то есть прийти полгода годик поработаете поймете что такое работа как она все здесь происходит как здесь платится налоги получается зарплата страховки и так далее и тому подобное точно будет вам хороший опыт поэтому я бы рекомендовал когда ищите работу по приезде все таки смотреть в сторону маленьких компаний а не только больших каких-нибудь гигантов вон кстати тоже офисы других компаний если видно вот это такой у меня небольшой небольшая прогулочка перед ланчем решил с вами поделиться мыслями если у вас есть вопросы касательно какие-то специальные по поводу больших или маленьких компаний пожалуйста пишите мне в комментарии я постараюсь на все них ответить если я даже не смогу но я найду кого-нибудь человека который вам на них ответит всем счастливо пока